Газовой котельной на чердаке многоквартирного дома быть не должно, уверена Людмила Грабова. Это нарушение всех норм безопасности. В этой жилой вставке у женщины в собственности нежилое помещение. И она в курсе всего. Говорит, что по изначальному проекту вставку между двумя пятиэтажками должны были подключить к ТЭЦ. Не подключили. Более того, женщина абсолютно уверена, что акта ввода котельной у дома до сих пор якобы не существует. Проекта никакого нет. Есть только внутриведомственные бумажки, тогда на тот момент Гургаза. Конфликт вокруг котельной между собственниками разгорелся пять лет назад, когда она пришла в аварийное состояние. Виталий Соколов, проработавший председателем ТСЖ этого дома два десятка лет, начал собирать деньги с владельцев квартир и нежилых помещений. Всего на ремонт ушло около 400 тысяч рублей. Когда проводилось это собрание насчет котлов, я им предложила, давайте нам дешевле подключиться, раз оплатить и забыть. Чем эти котлы, вот обеспечивать их. Но тем не менее, Соколову это надо было. Он собрал деньги. Отчета никаких вообще. Потом собрали на крышу. Отчетов вообще нет никаких. Один смех, улыбки и все. Людмила Грабова обратилась в надзорные органы с просьбой проверить законность работы этой котельной. И в 2014 году сюда нагрянула полиция. После допроса рабочих оказалось, что котельную ремонтировали недобросовестные люди, которые ранее никогда этим не занимались и никаких лицензий на проведение реконструкции не имели. В итоге, говорит Людмила Грабова, котельная сейчас представляет угрозу жителям не только этой вставки, но и двух соседних пятиэтажек. Нет ничего, ни пожарной сигнализации, ни охранной сигнализации. Вытяжки не работают. Приточной вентиляции нет. Нет молдной защиты. Счетчик электроэнергии, идущий на приготовление горячей воды, тоже до сего времени не установлен. Но опасения Грабовой разделяют не все. Есть жильцы, которые считают, что им ничего не угрожает. А Людмила Леонтьевна, по их мнению, просто не хочет платить за отопление. Я понимаю, что ей хочется и не хочется платить ни за что. Поэтому она ищет любые пути, чтобы нам как-то насолить. Вот и все. Запах чувствуется там газа? Нет никакого газа. Никогда не было. Тем временем на руках у Людмилы Грабовой проверка МЧС с выявленными нарушениями. И заключение судебного эксперта о том, что данная газовая котельная, которая находится прямо над одной из квартир, угрожает жизни людей. Но районный суд закрыл на это глаза. И отказал в демонтаже газового оборудования. Для нас это был нонсенс. Мы не ожидали такого. У меня первый раз в истории. И причем мотивировка такая, что все соответствует. То есть эксперт присутствовал. Он сказал, он написал прямо на экспертном заключении. Опасно для жизни и здоровья жителей. Судья, несмотря на это, посчитала, что все нормально. Пропущен срок исковой давности. Никакой угрозы для жизни и здоровья нет. Бывший председатель ТСЖ дает понять, что знает эту котельную, как свои пять пальцев. Запускали ее на его глазах. И он не разделяет опасений ни Грабовой, ни юриста из ЖКХ контроля. Мужчина говорит, что подключаться к центральному теплоснабжению дом не намерен. Более того, Соколов считает, что мнение независимого эксперта не всегда объективно. Ну что такое независимая экспертиза? Это же надо знать Грабову. Она через свою компанию «Реомюр» наняла какого-то там, значит, этого эксперта. И подошли привратно к этому, ну, не объективно к этому решению. На суде все это выявилось. Дом с котельной, с данной, госкомиссии. Существует 25 лет. И на 26-м году демонтировать котельную. В связи с чем? Два года назад, после проверки МЧС, котельную все-таки могли закрыть из-за нарушения пожарной безопасности. Но теперь мнение данного ведомства изменилось. Руководство ТСЖ вовремя предъявило нужный документ. В дальнейшем, когда появилась информация по размещению котельной в соответствии с разработанной проектной документацией и в соответствии с документами по вводу в эксплуатацию данного объекта котельной и самой жиловой ставки. То есть далее мы уже сделали вывод о том, что нарушения отсутствуют. Альберт Русанин настаивает. За эти два года ничего не изменилось. И котельная до сих пор работает с нарушениями. Сейчас представитель ЖКХ «Контроль» готовит апелляционную жалобу в областной суд. И там, возможно, доводы об опасной чердачной котельной будут услышаны. Татьяна Данилова, Артём Горчаков, Илья Фомин. Шестой канал.